Система управления освещением. Наконец-то мы добрались до этой темы и в этом ролике я вас познакомлю со всеми современными и актуальными системами управления освещением. В конце этого ролика будет общий итог, так сказать, наш студийный вывод, какую систему лучше всего использовать для управления освещением в квартире. Диммирование, от английского слова dimming, затемнение, это процесс управления интенсивностью освещения. Посредством диммирования освещения мы создаем камерное мягкое освещение в спальне или в гостиной. Это позволяет равномерно и быстро сменить атмосферу как дома, так и, например, в офисном помещении. Что важно знать, не все светильники могут управляться, но у всех светильников есть блок питания. Если ваш светильник не управляется, а значит вы не можете его диммировать, возможно, поможет просто смена блока питания на диммируемый блок питания, тогда вы сможете этим светильником управлять. Светильниками, лампочками, светодиодными лентами, проекторами, да чем угодно. Сейчас перечислю, какие вообще бывают системы управления освещением. Основных их 5. Триак, ШИМ, 1.10, Касамби и Дали. Триак очень часто используется сегодня. Главное его преимущество – это небольшая цена и возможность встраивать в систему освещения без лишних проводов. Примерно как выключатель-крутилку. Тут важно проверить оборудование, связку диммер-драйвер. Если они совместимы, это позволит избежать вот этого неприятного писка. Который обычно издает драйвер при диммировании, если он несовместимый. Еще может возникнуть мерцание. Второе. ШИМ диммирование тоже часто используется. Он по принципу работы немного похож на Триак, но с возможностью управлять цифровым методом и передавать сигнал по беспроводной сети. Поэтому даже несмотря на то, что он немного дороже системы Триак, его часто используют в умных домах. Ну типа в системе «Умный дом», которую я искренне не люблю, потому что она часто глючит и сводит с ума пользователя. Кто заводит умный дом, начинает жить с умом. Но чаще всего, конечно, его используют для управления яркостью светодиодных лент. Третий метод это 0,10, такой более старый, или 1,10, он появился чуть позже. Тут метод такой. При изменении напряжения сигнала увеличивается или уменьшается световой поток. Логично, что при значении в 10 вольт свечение лампы будет максимальным, а при нуле, ну или одном вольте, оно будет минимальным. Главное преимущество такого метода это полнейшая нечувствительность к перепадам напряжения и нагрузке сети. А среди недостатков это очень непопулярный метод. Производители светодиодов и светодиодных светильников не особо-то поддерживают. Друзья, у нас открыта вакансия светодизайнера. Мы всегда ищем людей, которые придут к нам и сделают наши проекты интереснее, сильнее, компетентнее, ярче и полезнее для наших заказчиков. Если вы вдруг осветитель, светотехнический инженер, светотехник, декоратор, освещенец или светодизайнер, пожалуйста, приходите к нам. У нас много работы, она вся очень интересная. У нас отличные условия, у нас кайфовое расписание и дружная команда из красивых, стильных людей. Очень ждем вас. Четвертый — это Касамби. Это беспроводная система управления освещением, которая работает на основе технологий Bluetooth. Она суперчасто используется. Не самая дешевая, но, пожалуй, самая удобная система управления освещением на сегодняшний день. Она позволяет управлять освещением с мобильного телефона на iOS или на Android. Там такой метод — ты подключаешь один из модулей Касамби к системе всего освещения и через этот модуль управляешь через свое мобильное устройство каждым светильником. Еще тут дополнительный кайф в том, что практически не нужно лишних проводов никуда тащить. И внедряется эта система управления на любой стадии проекта. Поэтому мы у себя в студии чаще всего используем именно систему Касамби. Сейчас перечислю, чего можно делать с помощью этой системы. Практически каждый производитель использует систему Касамби, то есть мы можем управлять практически любым прибором через эту систему. Можно управлять одним прибором или группой приборов. Создавать статичные или динамичные сценарии освещения. Эта штука совместима и с Триаком из Дали. Еще их можно привязать к датчикам присутствия и к датчикам движения. Ну и вдобавок ко всему можно с помощью Алисы этой штукой управлять. Поэтому Касамби One Love. Ну и в финале расскажу про Дали. Дали дорого. Вообще-то Дали одна из самых дорогих систем управления освещением. Это цифровой протокол, который поддерживают практически все профессиональные производители света. Главное его преимущество это цифровая шина, объединяющая все диммируемые светильники в единую систему. Управление светильниками осуществляется за счет сигнальных команд, а не за счет размыкания в цепи. Такая система позволяет управлять большим количеством светильников и делать это эффективно. Чаще всего используют в бизнес-центрах, где используют датчики присутствия, датчики движения, датчики уровня освещенности. Как бы используют в больших объектах, там где их 300, 500, 1000 или более светильников. Можно, конечно, и в квартирах использовать, но как бы не очень целесообразно. Итак, вот он этот самый долгожданный вывод. Если у вас небольшой ограниченный бюджет, используйте систему Триак для управления светильниками, а систему ШИМ для управления светодиодными лентами в квартире. Ну и, конечно, если у вас интересные интерьеры, вы купили у нас проект светодизайна, мы точно предложим вам использовать систему Касамби. Чтобы включать сценарий освещения удаленно, она интуитивная, хоть с Алисы, хоть с мобильного устройства. Ну и третье, если вы строите бизнес-центр или какой-нибудь многофункциональный центр, таких клиентов у нас тоже достаточно много, мы предложим вам использовать систему Дали. Потому что это просто энергоэффективно и там больше всяких настройчик-крутилочек, которые позволяют круто настроить весь сценарий освещения. Освещение штука тонкая, мы ее искренне любим, поэтому приглашаю вас к нам в студию за экспресс-проектом консультации или полноценным проектом освещения. Уверен, он точно нужен на любой стадии ремонта или строительства квартир или загородного дома. Если вдруг вы досмотрели этот ролик до конца, могу вас поздравить, вы преисполнились знанием о сценариях и о возможностях управления светильниками на сегодняшний день. Я вас поздравляю, жду лайк, подписочку и комментарий.